Дорогие друзья, всем большой привет, на связи Виталий Сергеенко. Сегодня обсуждаем итоги локальные ФРС и смотрим, что будет с фондовым рынком в ближайшее время, на ближайшие недели, поэтому не переключайтесь, будет очень интересно. Итак, давайте перейдем сначала, знаете, о чем мы с вами поговорим, о том, что на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, о котором мы с вами говорили недельку назад, и по итогам заседания случилось следующее. Процентную ставку пока не понесили, но от господина Пауэлла было очень такое голубиное и позитивное, легкое настроение о том, что мы будем снижать процентную ставку, чтобы не было перегрева в экономике, в том числе мировой, и, соответственно, планируют снижать на ближайших двух заседаниях процентную ставку. И даже по Уолл-стрит ходят такие истории, что уже на июльском заседании, которое состоится 31 июля 2019 года, ставка может быть снижена не просто на 0,25, а сразу на полпроцента, что является достаточно такой серьезной величиной, когда твоя ставка всего 2,5. Вот, поэтому если мы обращаемся к фьючерсу на ставку ФРС, мы видим, что с вероятностью 100% ставка будет понижена 31 июля. Если мы смотрим следующее заседание 18 сентября, здесь ставка за дальнейшее снижение ставки до 78%, то есть это тоже не кисло, это очень такая серьезная величина. Чем грозит рынку вот эта вся история и что случится, допустим, с нашим любимым S&P или с долларом в ближайшее время? Если мы обратим внимание на S&P, то мы видим, что на этих новостях S&P обновил, по сути, исторический максимум. Если здесь посмотреть, мы видим, что пикушка была, в принципе, повыше, чем предыдущий пик и вот примерно на уровне 2955 максимум получился новый исторический хайп по индексу S&P 500. В то же время, если мы посмотрим, допустим, на евро-доллар дневной график, то мы видим, это дневка, что евро ушел от уровней где-то 1,17, 1,16, не 17, 1,12, извините, 1,12, 1,13 ушел на 1,14 и выше. То есть, в принципе, где-то две фигуры вверх прошла цена от 1,11 до 1,12. Соответственно, что мы видим? Мы видим, что в моменте ослабевает доллар и фондовый рынок растет. Почему доллар ослабевает? Потому что валюта, стоимость валюты 2,5% годовых, всегда давали этот процент и даже говорили долгое время, что процент будет повышен, там до 3% в год, безрисковый процент, да, безрисковая ставка от ФРС. И тут говорят, что она будет 2,25 или 2,0, поэтому те безрисковые вещи, такие как облигации или депозиты в долларах становятся менее привлекательные, люди выводят капитал, направляют более рисковые активы, такие как акции, да, и мы видим, что акции растут при потенциальном снижении ставки, да, даже на ожиданиях, не даже не по факту, а на ожиданиях процентной ставки акции растут в среднем, то есть рынок на историческом хае, а американский доллар, он снижается, да, в моменте. Опять же, наши эти вебинары, они больше именно по фондовому рынку, да, не по Форекс, но здесь я думаю, что вот на таких ожиданиях может даже быть и пробой, и цена может уйти выше на 1,15-1,16 в ближайшее время, потому что все-таки меняются некие глобальные такие тренды, и рынок это пережевывает, да, перемалывает и может быть готовым к локальному здесь переходу по евро в растущую стадию. Ну, будем смотреть, будем наблюдать. Нас же больше интересует S&P 500, и вот ВИО, как один из представителей биржевого фонда на этот замечательный индекс, мы видим, что здесь также исторический максимум, и вот сейчас немножечко котировка отскочила. Что здесь может быть в ближайшее время? Если мы скорректируемся на уровень где-то 260-262, да, вот ближайший уровень такой поддержки, то, в принципе, это будет интересная точка для продолжения динамики, то есть я думаю, что в свете тех заявлений ФРС у нас кризис немножко откладывается, и рисковые активы, к которым акции прежде всего относятся, может быть, ну, продолжит рост и индекс, да, естественно, и технологические акции, у которых все хорошо, там, с отсчетами, с балансом. Вот, поэтому здесь мы наблюдаем, скорее всего, будем наблюдать продолжение тренда, восходящего, и по основному, скажем так, индексу, да, оригинальному, я думаю, что мы увидим 3000 в этом году, да, 3000, может быть, больше. Вот, поэтому и основные инструменты, основные акции, они также, я думаю, что будут подрастать. Это касается Амазона, потому что, если мы посмотрим, график очень похожий, только по S&P был уже исторический максимум, здесь пока не было, но также, я думаю, что здесь могут быть продолжения динамики и восходящая такая, да, структура. Здесь ближайший уровень поддержки 1800-1840, я бы где-то взял, да, то есть, как вариант. Apple представили новые iPod, да, и, в принципе, более-менее сейчас вроде все стабилизировано, стабилизировалось с акциями этой компании, закрепились выше уровня и 195 сейчас цена, я думаю, что здесь тоже все, что выше 190-185, это, в принципе, неплохая история, и здесь может быть вот этот уровень, да, этот диапазон, и можно с ним поработать, в принципе, на отбой от него, да, как вариант, потому что, скорее всего, рынки продолжат свой рост, исходя из того, что мы выше сказали. И такие акции, как Amazon, Apple, там мой любимый Facebook тот же самый, да, то есть, выглядит достаточно неплохо и может продолжить свой рост. Netflix также в топ входит акции, здесь он, правда, в таком флете, вот Netflix я не могу так сильно рекомендовать, тем более у них сейчас взвинтилась такая конкуренция со стороны Диснея того же, то есть, здесь пока такой флэт. Google, смотрите, обратите внимание, Google здесь из-за вот торговой войны и неких таких санкций со стороны правительства США, да, которые зажимают крупные компании и против монополий, вот пока что Google страдает больше всего, и здесь, я думаю, что в ближайшее время может еще Google подупасть, потому что коррекция может сейчас пройти на рынке немножко, и здесь ближайший уровень 1035-1050 где-то, но здесь вообще возни очень много, вот и 1070, мы сейчас вот прилетели в локальный уровень такой проторговки, да, 1085-1070 где-то, вот поэтому здесь нужно смотреть, как будет вот с этим накоплением работать на рынке, и если от него они отколются, да, то хороший вариант. Если они упадут еще ниже, то есть 1025-1015, это хорошие цены, да, то есть для Google, мы видим, что здесь давно уже в этом диапазоне идет работа, и почему нет, он может оттуда отколоться, поэтому Google сейчас больше всего недооценен, как мне кажется, из всех бумаг, ждем его отчета, насколько я помню, в июле он сейчас будет, и в принципе здесь может быть достаточно интересная такая картина, поэтому давайте резюмируем, по ставке ФРС все отлично, все так, как любят и ждут трейдеры, инвесторы на фондовом рынке, ставки падают, фондовые рынки растут, S&P чувствует себя неплохо, просто после исторического максимума нужно немножечко это переварить, и может двинуться с новой силой, если будут какие-то новые триггеры, да, то двинется быстрее. Посмотрим. Я думаю, что таким одним из триггеров может быть ближайший отчет, который пойдет там от финансов и технологических компаний, голубых фишек, вот, много в июле интересных отчетов, поэтому мы ждем, я думаю, что это как вариант, конец июля, начало августа, когда рынок может двинуться с новой силой. Вот такие дела, вот такие идеи. Друзья мои, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, если вы хотите попробовать торговать акции и индексы, то это можно сделать через платформу Admiral Markets, ссылка будет в описании, первая ссылочка на открытие демо счета, реального счета, переходите, смотрите, это не сейф, это не спот, это какой-то рынок, это реальные акции, которые вы можете купить без плеча, без маржи и спокойно инвестировать, торговать и получать в том числе дивиденды на свои бумаги. И также ссылочка в описании будет на наше предложение совместно с Admiral Markets, это брокерский счет плюс обучение. Если вам нужны консультации, если вы хотите получить такой некий кэшбэк на свой счет за обучение, то также ссылочка будет в описании на этот сайт, на наше предложение. Вы можете открыть счет, к примеру, от 600 долларов и получить несколько консультаций от опытного трейдера и одного из моих помощников. И также при оплате курса трейдинг под другим углом вы можете вернуть на свой счет до 200 долларов США. Поэтому переходите, очень интересное предложение, ссылочка будет в описании, подключайтесь, оставляйте свои заявки и мы с вами свяжемся. На этом, в принципе, все. Друзья мои, всем большое спасибо за внимание. Интересный рынок сейчас, в интересное время мы живем, исторически максимум и скоро будут хорошие возможности, и они уже появляются, хорошие возможности для трейдинга и инвестирования на фондовом рынке, тем более ставки начинают падать. Это, в принципе, все. Всем успехов. С вами был Виталий Сергеенко. Я трейдер, профессиональный инвестор и управляющий активами инвестиционной компании Rich&S Group. В этом, в принципе, все. Всем всего доброго. Всем пока.